Так, вот после того, как мы разожгли, надо настроить котел. Изначально он, например, у нас выключенный, да? Когда выключенный, показывает S. Питание у нас сбоку. Ну вот мы, например, включили. Нажимаем на вот эту кнопку A, автоматический режим. Так, сейчас. Вот, а, это после розжига. На автоматический режим ставишь, а он начинает работать. Показывает вот насос, вентилятор. Сейчас я поставил на 17 секунд подачи и 45 минут перерыва. Вентилятор на 3. Чтобы нам настроить горение, чем на улице теплее, тем надо меньше, чтобы горело пламя. Вот сейчас, ну сейчас разгорится. Примерно, ну, в морозы вот так должно гореть. Когда горит, не должно быть дыма. Ни черного, ни здесь, ни там, на дымоходе. Ну сейчас темно, не видно. Так. Ну сейчас еще не разгорелся, немножко такой красноватый. Ну, в принципе, нормально. Не, не видно. Так, теперь, чтобы настроить котел, нажимаем P, удерживаем 6 секунд. Вот, установлена температура котла. Еще раз нажимаем. Вот, время подачи сейчас у нас, дом здесь небольшой. Где-то сколько? 120 квадратов. Котел у нас 25-киловаттной горелкой. Вот сейчас мы поставили. 17 секунд подает. 48 секунд ждет. Так, вентилятор стоит на 3. В принципе, для такого дома самые такие морозы, вот этого горения, за глаза хватит. Самое идеальное горение считается, когда... А, вот сейчас, после настройки вот здесь надо нажать еще раз на P и сохранить эти настройки. Так, получается, после настройки желательно, чтобы добиться такого, если мы 60 поставили, например, дошло до 58-ми, там, или до 59-ти, грубо говоря, и температура не поднималась. Медленно очень поднималась. Получается, чтобы котел у нас работал дольше, чем стоял. Вот сейчас, если он до 60 градусов, когда идет, котел выключится и будет стоять в режиме ожидания. А самый лучший режим у нас, когда котел горит и не уходит стоп. Так называемый режим тактования, чтобы не уходил. Для этого мы можем, вот сейчас на улице тепло же, уменьшить вентилятор можно на 2, чтобы не вот такое горение было. Вот сейчас покажу. Так, так. Можем уменьшить на 2. И... Так, назад. И время между подачами можно увеличить, там, скажем, на минуту, ну, или, там, 59 секунд, и сохранить. Это вот когда теплая погода. Сейчас начнет пламя, по идее, уменьшаться. Ну, сейчас у нас, ну, как по инерции горит, но уменьшится постепенно. Ну, и все, в принципе. Вся настройка. Так, когда разжигаем изначально, да? Еще раз показать, да? Нажму я, наверное. Вот. Изначально у нас котел, мы, когда начинаем разжигать его, надо нажать и перевести на ручной режим. Вот, на R. Перевели на ручной режим. Потом нажали на P. Подаем уголь. Когда уголь заполнился, выключили, подожгли и дрова. Включили вентилятор на какое-то время. Принудительно. В ручном режиме. Вот он сейчас будет разгораться. И раздувать его. Включаем вентилятор. Когда разгорится, выключаем вентилятор и ставим на автоматический режим. И все, в принципе. Ждем. Все понятно? Вроде все. Есть у меня еще одно видео. Именно чисто подробное по вот этому блоку. Единственное, здесь на работающем котле я хочу как бы показать сам смысл горения. Сейчас вот угля немножко многовато, по-моему, подало. Воздуха маловато для такого. В общем, чтобы горело по чуть-чуть и здесь температура поднималась медленно. И тогда он будет, грубо говоря, может быть, час гореть, дойдет до своей температуры и, например, пять минут или десять минут отдыхать. Тогда и дыма меньше будет, и уголь будет лучше сгорать. Сейчас что сделать? Вентилятор на три поставить? Потому что сейчас из холодной ставить можете не хватить, да, вот этого горения? Или хватит? Уголь, подача, в принципе, думаю, достаточно, да? Да, когда поставить постоянно будет гореть, сейчас вентилятор оставить на два. Можно подачу угля тоже, в принципе, чуть-чуть. Время подачи сократить. Вот опять заходим, держим. Вот. Или вот это время подачи можно уменьшить. Или время между паузами, между подачами. Ну, в принципе. В принципе, можем пока так оставить. Бывает.